В эфире черкова программа «Вечерняка» вас с Дмитрием Джангеровым и моя гостья Наталья Витренко, доктор экономичных наук, лидер прогрессивной социалистичной партии Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Михайловна, давайте начнем с политической и экономической составляющей, тем более я вас и объявляю сначала доктор экономических наук, а только потом политического лидера. Но сейчас общее настроение лидеров Европы и США, они говорят, что заканчивается рецессия, или закончилась, или рецессия заканчивается. С другой стороны, другие экономисты говорят, что подождите, сейчас будет вторая волна, и первая вам покажется подъемом кризиса. Что вы думаете на эту тему? Вы знаете, очень мудро поступают китайцы, когда их спросили сейчас, можно ли назвать нынешнее состояние китайской экономики как замедление рецессии. Они сказали, мы бы не спешили так называть. То есть это при том, что у них положительные на сегодня еще результаты. Так у них до падения в ВВП не было, у них уменьшение. У них замедление. Замедление плюса. Да, замедление роста. И то они говорят, мы бы не спешили так называть. Следовательно, разумные люди, конечно, понимают, что ни о каком начавшемся выходе из кризиса нет. Нет речи. И вот буквально сейчас я встречалась с коллегами по Ларушевскому движению. Они интересные факты рассказали, о которых у нас не пишут, не говорят. 48 штатов, Соединенных Штатов Америки, 48, заявили о неспособности составить самостоятельный бюджет. У них не сходятся необходимые расходы с теми доходами, которые они могут получить. И на что же идет Обама, президент США? Что же он делает для того, чтобы решить нынешние экономические проблемы? Он идет на уменьшение социальных расходов. Он уменьшает финансирование здравоохранения и образования. Вот почему в Соединенных Штатах появились фотографии Гитлера с лицом Обамы. Или сказать, там, Обама с ухстиками Гитлера. И называют, начинают Обаму фашистом Обама. За счет именно таких действий по сокращению финансирования здравоохранения и образования в угоду банкам. В мировой кризис продолжает развиваться. И вы знаете, Международный валютный фонд, я считаю, что он заниженную цифру дает. Но на сегодня он дает 11 триллионов долларов, брошенных в топку банков в целом в мире. Хотя я убеждена, что эта цифра занижена. А эффекта-то нет. Банковская система продолжает разрушаться. И мы же в Украине это видим по украинским банкам. Мы же это видим по курсу валюты национальной. Мы же все это видим сами. Вообще что-то происходит странное в мире. Мы часто называем Европу, Америку цивилизованным миром. Но последнее расследование американское показало, что где-то из примерно 170 миллиардов долларов только прямой поддержки банков, 20% ушло на бонусы менеджерам, которые довели банки до состояния, что им нужна государственная поддержка. То есть не все у нас так плохо с коррупцией. Где-то есть... Это нас утешает. Это утешает, что где-то просто влагу забирают. Это классически, когда у сусида Ирша, да? Да, да. Нет. Дело в том, что, конечно, эта проблема, она существует в мире в целом, потому что бонусы любят присваивать банкиры в условия кризиса, не в условия кризиса. И это происходит и в Украине, и в других странах. Но все-таки корень проблемы не в этом. С бонусами можно решить вопрос. А вот с существованием такой валютно-финансовой системы вопрос-то не сдвигается с мертвой точки. Вот можно задать, может быть, это совсем неправильный или дилетантский вопрос, ну вы как экономист поправитель. Вот скажите, вот когда говорят 10 триллионов долларов сгорело. Каких долларов? Реальных? Или это были какие-то долговые обязательства? Или это были в акциях? Или это имитированные, просто нарисованные федеральные резидентные системы? Какие доллары сгорели? Если бы сгорели доллары за счет взаимозачета долгов, это было бы не просто не беда, это было бы очень даже хорошо. Их бы списали и все. Вся беда в том, что горят как раз доллары, вырванные, оторванные из бюджетного финансирования. Вы берите сразу Украину. То есть это настоящие деньги? Настоящие деньги. Вот в Украине 44 миллиарда гривен брошено на рекапитализацию банков. Откуда эти 44 миллиарда? Из бюджета. Естественно. То есть это наши с вами деньги, которые могли пойти на строительство дорог, мостов, домов, ремонты водопроводных сетей, там все что угодно. А их взяли, отвлекли, передали банкам. И что дальше? И что банки сделали? Что это оздоровило банковскую систему? И банки стали выдавать кредиты для того, чтобы поднять материальное производство. Вообще, они что, депозиты сильно начали выдавать? Да, а депозиты они по-прежнему не дают. И вот сейчас готовится распоряжение Национального банка Украины, чтобы на прежние депозиты, ранее положено, распространить требования, не выдавать до завершения срока. Хотя люди, когда заключали договор по прежним депозитам, там в договоре было оговорено, что разорвать они могут в любой момент и забрать эти деньги. Но, увы. Ну, кстати, сила же этого договора, заключенного человека с банком, выше же, чем распоряжение Национального банка. В принципе, конечно. Можно обжаловать, подавать в суд, конечно, искать где-то судебные защиты. Только мы опять сталкиваемся с тем, понимаете, это как по детям войны, это как по выплатам другим, вот по пособию на детей, многодетных семьях и все прочее. Да, право есть, закон вроде бы на вашей стороне, только суды или не хотят рассматривать, или устраивают такую петрушку, чтобы спустить на тормоза, только чтобы не решить в пользу рядовых граждан. Потому что есть политический заказ, есть, как им говорят, необходимая защита государственных интересов. Хотя я утверждаю, что это не государственные интересы, это как раз интересы вот этой олигархии банковской, такой промышленной, которая захватила власть в стране. И они, конечно, защищают только свои интересы, а не интересы государства, а не интересы граждан. Ну, то есть в рамках нынешней системы, как бы, выход из кризиса откладывается. Исключительно. Потому что ничего другого, ну ведь ничего другого, кроме как бюджетным и финансовым помогать банкам, а что еще может придумать? То есть, ведь даже о национализации этих банков не идет речь. Не идет. Не идет речь. А мы говорим о другом, что нужно делать инвентаризацию всей банковской системы и понуждать к банкротству. Банки, которые оперируют спекулятивными капиталами. Ведь есть же реальные процессы кредитования, когда банк осуществляет кредитование реального сектора экономики. Когда осуществляются разного рода платежи. Эти банки мы не трогаем, и эти денежные потоки мы не трогаем. Но там, где связано с спекулятивными операциями, перепродажа долгов, разного рода этих векселей акций. Вот где мы говорим, что это все нужно списывать, нужно банки понуждать к банкротству. И не просто национализировать, а ликвидировать такие банки. Ликвидировать. Для того, чтобы защитить интересы мелких вкладчиков. Для этого и есть законодательная база. И государство обязано это сделать. А вот для того, чтобы эти финансовые пузыри убрать, чтобы они не давили на экономику, другого выхода, кроме как хирургической операции нет. И это не только в Украине, это в мире в целом надо делать. Вот правильно, вы говорите в мире в целом. Во всем мире есть и рынок вторичных обязательств, и рынок долгов, и векселей всего-всего, как это, деривативов. А как одна Украина может от этого отказаться? Ну не может же быть островком? Нет, ну почему? Я хочу вам сказать, что чистку своей банковской системы Китай делает спокойненько, без афиширования, но он делает. Китай полтора миллиарда населения, они самодостаточный рынок сами для себя. Понимаю? Ну я думаю, вы лучше меня это понимаете. А у нас 46 миллионов. Дело в том, что Украина и будет продолжать барахтаться в своих проблемах. Вы правильно сказали, она не самодостаточная государственная. Так рынок нет. Но для того, чтобы понять, что не самодостаточная, выкарабкаться сама не может, нужно искать вот ту самую для нас выгодную среду, где нам будет лучше, это как раз и должно подталкивать к интеграции с Россией, Белоруссией в рамках Евразес. Вот что должно сейчас ощутимо быть для всех и особенно должно быть понятно для украинской власти. Но! Что делает правительство Тимошенко? Обращается в Международный валютный фонд, чтобы МВФ разработал бюджет Украины 2010 года. Это можно себе представить в стране, которая пытается так торжественно праздновать свою независимость. Какая независимость? Какой суверенитет? Вы переведите сразу на уровень бытовой и представьте себе, вы идете к соседу и говорите, составь мне, пожалуйста, бюджет на год, что мне в следующем году делать, что мне покупать, что мне кушать, на что я имею право тратить деньги, на что я не имею, это что такое? Так кто виноват, МВФ или тот, кто к нему обращается? Нет, дело в том, что, конечно, виноват тот, кто обращается. Вот, например, если ко мне бы пришел сосед, который уже мне должен, сказал, так, значит, сын у тебя может два раза в день кушать, а не три. Или один раз. Да. Значит, летний отпуск у тебя точно отменяется, у жены... Следующего ребенка рожать не нужно. Не нужно. Абсолютно это не нужно. Понятно, потому что я хочу, чтобы он мне вернул долги, он еще что-то хочет взять. И мы получаемся вот в роли такого же просителя, и МВФ по-своему прав, он нам составляет так, чтобы остались деньги ему вернуть. Но ничего другого от МВФ. Я не говорю об МВФ, потому что МВФ давным-давно нужно распустить, и человечество обязано предъявить претензии к этой организации, которая породила только беды во всем мире.